Доброе утро! Давайте начнем наше зарабочее совещание. Но хотелось бы начать с одного объявления. Пока мы тут представители прессы. Я думал, что все знают у нас, что у нас программа «Забота», вот такая карточка, выдается людям. Ту карту, которую я обещал, это социальная карта. Я на выборах обещал, что наша команда ее подготовит вместе с партнерами. Она вот уже сегодня подготовлена. Третий день, как выдают эти карты. На вчерашний день получили уже 800 человек эти карты. В первом этапе. Потому что в первом этапе это люди, которые получают из муниципального бюджета компенсацию на отопление. Там уже на этой карте сейчас 3000 лень. Это компенсация за отопление на холодный период времени. Также на этой карте система скидок работает. Это сети Аптек Феличия 5%. Это магазин Линелла 5%. Также эта карта участвует в различных розыгрышах, где люди могут выигрывать также призы от наших партнеров. Это от Мутинкомбанка, от Феличи, от Линеллы. Также от Мастеркарт. Но сегодня утром я вышел к людям, встречался с людьми возле единого окна. И многие люди про эту карту не знают. Поэтому пользуясь случаем, я хочу сказать, что эта карта в Бельцах начала работать. Первые 800 вчера были розданы. Сейчас на очереди еще полторы тысячи карт. Но людей обзванивают. Те люди, которые не могут прийти, выезжают к ним на дом работники социуправления. И вторым этапом, после того, как люди, которые получают Бельскую компенсацию, получат эту карту, ее получат вторым этапом все пенсионеры города Бельц. Все, кто прописаны в Бельцах, все получат эту карту. Карта называется «Забота». Вот мы ее запустили в жизнь. Она уже работает. Я думаю, что она облегчит жизнь нашим пенсионерам. Также у нас в будущем мы планируем открыть, будем говорить так, магазин. Но это будет не магазин, а будет центр, где также могут приходить люди, которые нуждаются и будут покупать продукты питания по этой карте. Но это уже следующий этап, то есть третий этап. Поэтому пользуясь случаем, вот такая карта у нас работает. Также хотелось бы поздравить наших железнодорожников с наступающим праздником железнодорожников. Сегодня баннеры развешивали по всему городу с праздником вас. И, как сказали железнодорожники, в последний раз вас поздравляли, наверное, когда еще до распада Советского Союза. И сегодня мы исправляем те ошибки и поздравляем вас в лице всех железнодорожников нашего города, потому что город Бельсия – это очень важный узел железнодорожного транспорта, где сегодня проходит огромное количество вагонов, которые идут с грузом из Украины в Европу и так далее. Поэтому железная дорога сегодня, она жизненно важна для нашего региона и для всей нашей страны. Поэтому передайте всему коллективу, руководству железнодороге наши поздравления от всей нашей дружной команды, от всех бельчан мы их поздравляем с наступающим Днем Железнодорожника. Спасибо. Пожалуйста, Рэд Нотт. Нет? Чет Нотт. Доброе утро. Репятие занимается подготовкой в зиме. Пока больших проблем нету. Будутся ремонтные работы, но и порубленные производства работают тоже в обычном режиме. Ну, хотелось бы напомнить вам, что у нас уже сегодня 2 августа, отопительный сезон у нас скоро настанет, поэтому все те работы, которые вы должны были закончить, заканчивайте, чтобы мы могли подойти к отопительному сезону. Как положено, чтобы не было у нас ни сбоев, ни срывов. Хорошо, спасибо. Друзья, спасибо. Друзья, спасибо. Друзья, спасибо. Продолжение следует... Предприятие работает в штатовом режиме. С утра была создана бригада, объезжает в город, очищает решетки или неприемных колодцев, после дождя намного листья, грязь. Ведутся работы по очистке ливневой канализации в районе дома офицеров. Подключили пожарных, подключили пожарных, чтобы стараемся промыть ее водой под давлением. Ведется благоустройство ливневоприемного лотка по улице Садовян. Работы во дворах Йорга 3032. Гривирование улицы Ползунова. Одесса в Ублизаре работает по очистке мусорных площадок. В неделю у нас был поломан погрузчик. Сейчас ведутся работы по работе. Работы ведутся. Работы ведутся. Работы ведутся. Это двор возле 32-го дома. Уже закончили демонтаж бордюров. Начинаем монтаж и параллельно демонтаж в общежитии. Работы ведутся. Не останавливаемся ни на один день. Сегодня сложно сказать срок, но постараемся в ближайшее время все закончить. Решу, спасибо. Уже приятного аппетита. В предприятии работают согласно тарифам и услуг. Выполняются работы по ремонту круга Болгарская 100, Калия Швар 5, Резку 6, Кабульская 48Б. Также ведется по работе ремонт входной группы Болгарская 6870, 1-майская, 9-1-б. С Трийской 13 были выполнены работы по заливке бетона от мостки. Дома. Сзади дома Сучаба 15А. Частичный ремонт был от мостки между первым и вторым подъездом. Также в стамате 24 покраска и подвелка тамбурных входов в подъезд. По ремонту 83 были завершены работы с первого по третий подъезд. Входы в группы и от мостки и порогов. Также приступили РИОР 4, тоже ремонт входной группы. Были выполнены работы по благоустройству Олега Руссо-3. Установка УРУ. Засыпка песка в песочницу. Люди частным образом изготовили себе песочницу с крышкой. И мы приписали на услуги песка. Волонтарево 53-55 выполняются работы по ремонту и демонтажу старых скамей и покраска отремонтированных. По Эйбл Ботсу 83 был отремонтирован игровой комплекс на площадке, а также ремонт и покраска элементов благоустройства. Ведутся работы по ремонту сетей КВС канализации центрального отопления. Подготовлены дома и отрисованы 412 домов, которые находятся на балансе предприятия. Вылезен мусор 272 оба, а также в аварийную службу поступило 72 залявки. Все залявки были отработаны вовремя, оперативно. У вас есть кто ведет сайт ваш? Да. Почему вы не выставляете все выполнения работ на сайте? Человек в отпуске. Это плохо, что человек в отпуске и сайт не работает. Вот то, что вы сейчас перечислили, вы должны показать бельчанам, сколько вы сделали. Периодически мы показываем работу, которую вы делаете. Периодически это хорошо, что вы показываете, надо показывать постоянно. Подъезд, например, входная полка, сейчас я говорю, до того и после выполнения работ. Вот так показываете, но я этого не вижу. Хорошо. Сегодня справились. Дальше. Скажите мне, Стрейская-1 что там? Стрейская-1 заканчивая первомайском деле. Мы там начали, отремонтировали перила и панусы сделали. Остальные работы в работе. Со следующей недели приступили. Следующий вопрос. Я давал вам поручение о том, чтобы вы, ваши мастера, следовали все игровые элементы, находящиеся на территории нашего города. Спортивные площадки, игровые площадки. И сказал там, где у нас есть остатки заброшенного, демонтировать их и ставить туда, планировать новый элемент. Почему я до сих пор проезжаю по нашим дворам и вижу там, где с советских времен остались старше дня качели, стойки, пилевые веревки. Где мои ровесники? Михаил Николаевич, в процессе работы мы стараемся каждый двор зайти и вывести. У вас есть в каждом дворе мастера, ваши работники, которые раз в неделю бывают в каждом дворе нашего города. Почему я один могу туда попасть? Вы с вашей командой, которая состоит из 300 человек, не можете. Но выведите, пожалуйста, тогда, если не справляются мастера ваши, выведите, пожалуйста, тогда весь свой второй этаж администрации и первый можете прихватить, которые там на первом сидят у вас инженеры, которые заняты. И пускай идут по дворам и вам фотографируют, идут вам картины. Но почему я могу это делать, а вы это не можете делать? Почему я должен заходить во двор и общаться с людьми, которые ждут 30 лет детскую площадку, на которой сегодня горка отвалилась и остались одни элементы? То есть полотно упало и там элемент один стоит и торчит из земли. Я это вижу, вы этого не видите. Ну, понимаете, мне стыдно, потому что вы серьезный руководитель, вы серьезный менеджер. То есть вы предприятие привели сегодня к хорошим результатам. И я просто сейчас... Вас подводит кто-то, а вы подводите меня. Николай Николаевич, нам не хватает рабочих сил, потому что когда погодные условия, мы всех работников привлекаем к ремонту входных групп и ремонту кровли. Когда есть такие погодные условия, как после дождя, мы кидаем людей на устройство, на внутриквартальную территорию. Просто для того, чтобы зайти во двор, мне нужно привлечь три бригады. Это и технику, и людей, и сварочную работу. У вас информация есть во всех дворах? Да, у нас ситуация есть во всех дворах. Поэтому, где есть возможно... Вчера мы приступали по Валентару Ла-53. Вчера Фавлович, возьмите на контроль. Вчера запускаю вас, что тогда сотрудники помогают. Если у них не хватает. Это не то, что мы не знаем. Мы все знаем, просто реально не хватает сил и возможности... То есть, вы все знаете. Мы говорили о том, что старые элементы демонтированы. Понимаете, в некоторых дворах не разрешают срезать игровые эти старые элементы, потому что они просят сразу взамен что-то установить. Но на сегодняшний момент на этот год не запланированная установка игровых комплексов или игровых элементов. Поэтому они просят оставить. По возможности, где можно, мы ремонтируем, меняем платки, меняем качели, сети, цепи. То есть, мы в процессе работы все это постараемся под жильцов дворов. Потому что, если мы срезаем, двор остается голый, пустой. Детки не имеют где играться. А так мы оставляем... Нет, если оно в нормальном состоянии, вы ждете замены... Ну, это одно. А если там стоит одна стойка и четыре отсутствия... Это вы стараемся в возможности все это убирать и срезать. Хорошо. Спасибо. Говорим, пожалуйста. Доброе утро. Порядки выполняют услуги в полном объеме. По улице Болгарской ведутся работы. Думаю пару дней завершить, потом благоустроить и вести порядок. Все рабочие вопросы решаются в рабочем порядке. Хорошо, спасибо. Приют вернуться. Доброе утро. Доброе утро. Через день я работаю в штабном объеме. Работаю по всем предусмотренным детям деятельности. Послов, стерилизация животных. Значит, пристройство и сбоку. Понятно. Значит, меня вызывали, приглашали, вызывали на северный вокзал. Опять улица в Вайкове. Значит, улица, где гаражи и вот эти вот вагоны. Середы север. Совершенно верно. И молодые мамы в плач кричат, неужели вы будете служить двух пенсионеров, которые устроили там незаконный приют и кормят 22 собаки. А мы, говорит, будем от этого страдать, что они даже не могут с колясками зайти в подъезд. Ситуация в том, что... Ситуация в том, что собака охраняет свою территорию. И охраняет того человека, которого ее кормят. Вот в чем ситуация, понимаете? Раньше кормили собаку прямо возле подъезда. Сейчас этой ситуации нет. Их кормят возле гаража. Совершенно верно. Мы знаем эту ситуацию. Значит, проводили беседы с данными гражданами, которые кормят. Дело в том, что часть собак, которые туда приходят, вообще с территории железной дороги. Просто надо прекратить кормление там вот, на этих территориях. И туда не будет их видеть. Значит, мы проводим отловы. Приезжаем туда, будем работать. Работайте с населением, пожалуйста. Если тогда эти собаки доставляют людям некомфортную ситуацию, понимаете? То есть, возьмите туда и их отлавливайте. Потому что это неправильно. Когда там раздельное питание. Когда двое женщин кормят этих собак. А остальные 20 квартиросъемщиков в заложниках. Понимаете? Понимаю. Там же дети маленькие. Я понимаю, что вы разберетесь. Но ситуация такая, что я понимаю ту маму, которая идет с ребенка. Я ее понимаю, понимаете? Но что она эту собаку не кормит. А собака охраняет свой периметр. И того человека, который ее кормит. Примите меры, пожалуйста. Спасибо. Управление образованием. У меня к вам вопрос есть по поводу... Сегодня второе число. Пожалуйста, значит, к первому сентябрю вы должны завершить, вернее, к 20 августа, все ремонтные работы, которые сегодня проводятся у нас на территории учебных заведений. То есть те, которые плановые, естественно, они остаются, те, что под тендерами. Те, которые проводили в школах мероприятия по ремонту классов, по ремонту помещений и так далее, пищеблоков, должны завершить, чтобы мы могли наших детей 1 сентября принять уже как положено. Понятно? Спасибо. Берем, пожалуйста. Предприятия работают в том режиме, выполняются работы по всем предприятиям. предприятиям и ведения. Будут заходы по Покосу, тропы, пострички кустарников, по полке, средневеков и зарев, санитарная очистка объектов, которые закреплены за предприятием, сносы деревьев, укрчевка, университет, мы закончили большой проблем работы на улице за Днепру, в плане работы по аварийной ситуации по аварийной ситуации, сегодня ведутся работы по аварийной ситуации по аварийной ситуации. Все, чтобы все заявки, которые поступают, реагируются моментально, проблем никаких нет, все в штатном и плановом режиме. Понял. На территории школы, скажите мне, пожалуйста. По территории школы выполнены полностью все обследования по заявкам, которые были, оформлены все пакеты документов, все передано управлению образованием, заключен договор о управлении образованием с экономическим агентом, который производит работы. Значит, управление образованием также возьмите под контроль, чтобы не осталось никаких сухих деревьев или сухих веток, которые могут нам принести какие-то неприятности 1 сентября. Потому что дети идут в школу. Позвольте работу. Все, спасибо. Спасибо. Гостиница. Дети работают в штатном режиме. Обычные мероприятия по подготовке к осени и зимней работе по плану. На сегодняшний день центр заполнен на 100%. Сколько у вас людей? 130 человек. С детьми проводятся систематические мероприятия, несколькими общественными организациями, они в течение дня заняты. Дети в школу идут? Да. Я, насколько понимаю, часть из них подали заявки на то, чтобы здесь на месте оформлены все эти школы. Но есть такие, которые будут онлайн, наверное, с Украины. В основном какие регионы сейчас проживают? Николаев, Одесса, Киев, Венеция. Николаев стал приезжать учиться. И Одесса возвращается. Те, кто уехали. Одесса возвращается? Да. Хорошо, спасибо. Специалисты управления капитального строительства работают в плановом режиме, но когда плановый, когда срочный. Значит, что касается объекта мост по улице Гоголя, объект готовится к сдаче в эксплуатацию. Работа завершается. Ждем письма от подрядной организации. Да, но меня вызывают туда люди, что вода, вот я хотел после этого совещания, вот ночью шел дождь, вот поехать и выйти туда. Может вместе сами выйдут? Говорят, что вода не уходит, а вода ведет к ним в домовладение, к людям. Это перед примыканием, перед примыканием, да? Перед примыканием 50 метров, 30 метров делали примыкание. Правда, я шел на место. Значит, сложная ситуация была при заезде в ГСК. По договоренности с руководством Румурдоц, они завезли туда необходимое количество посыпочного материала различной фракции. Пу катали. Вечером мы были с представителями, в конце дня мы были с представителями ДСУ. Там стекло воды. То есть проблема с Румурой. Остается еще один вопрос, который всплыл вчера вечером. Это с теми домовладениями, которые уже в сторону Молдавской, которые путем самозахвата подошли вплотную к дороге. И теперь они хотят, чтобы ту территорию, которую они захватили, им теперь там сделали ряд других мероприятий, чтобы они могли ее дальше также держать бурьяна. Я вчера объяснил... То есть там заборы и... Да, они поставили себе ворота. У них ограждение... Я уже разобрался в этой ситуации. У них ограждение есть одно под периметром того, которое зарегистрировано в кадастре, на что оформлено земельное отношение с примарией. А второй периметр ограждения выходит вплотную к дороге. И вот там у них есть отдельные требования. С учетом... То есть это самозахват за метр? Требования пускай выдвигают там и семьи. Значит, по вопросу спортивной площадки. Она... Вчера демонтировался... Ну, на наших глазах демонтировался... Пол четвертого демонтировалась опора. Снят светильник. Убираются вагоны. Те стойки, которые подвали больную сетку, которые там были, они уже покрашены. Ну, правда, покрасили и встретили его в черный цвет. Я думаю, что не столь существенно. Но те стойки, которые были, они даже покрасили в черный цвет. Со стороны подрядчика проявляется в этой ситуации много заботы. Из вопросов по этому мосту остался... У меня остался только один вопрос, который с подрядчиком мы тоже. Там перила, заваренные деформационные стыки, заваренные на расстоянии с зазором полтора сантиметра. Куда можно засунуть палец и немножечко его повредить. Поэтому мы вчера определили, что этот зазор уменьшает до 3-4 мм, потому что туда не поместился палец. Без него без зазора нельзя, а таких размеров что-то не попали в размеры. У других вопросов по этому мосту на расстоянии 15-30 я вчера не видел. Я был сюда и с господином Журицыец, и с господином Косичняк, и мы определили, что на завтра те металлоконструкции, которые остались после разборки старого моста... Вы их вывезете? Да, и они заказали травму и завтра забирали. Понял. Александр, а на депенденции что-то? На депенденции вчера производилась цифра уплотнения основания и щебня подрядной организации, готовится к укладке поддюров на участке между 31 августа и Пушкина, к установке плитки на тротуарах, и затем к укладке асфальта на этом участке. Сколько по времени еще? Ну вот, дожди пошли. Ну для щебня как раз хорошо. Ну для щебня хорошо, не надо мочить. Да, они вчера укатывали в Италии. Надеемся, к сентябрю, к середине сентября завершить. Болгарская, что ли? Болгарская. По Болгарски тоже вчера с обеда приступили к уплотнению щебня подряд на оставшиеся на разобранных тротуарах. К нами вчера направлено уведомление подряд на организацию о необходимости ускорить проведение работ в связи с наступлением от неблагоприятных первых условий. Во-вторых, в связи с соблюдением сроков, которые они просили до 30 августа. И в-третьих, в связи с тем, что, это главное, то есть это первое, в связи с тем, что его причиняет неудобства жителям самого августа населенного микрорайона Берец. Берец. То есть, как так могли допустить эту ошибку, я не знаю, но уже допустили. Сейчас, пожалуйста, до 30 августа, чтобы работы были завершены. Ну, и мне на что было прислана фотография, что там ведутся в павильонах ремонтные работы. Я понимаю. И ремонтные работы ведутся на тротуаре. Для нас важнее всего это ремонт тротуаров и удобство передвижения жителей банок. Понятно, да? И по индепенденции тоже, до сентября, чтобы они закончили свою работу. Дальше, следующий вопрос. Значит, проведена там процедура по ремонту улиц Николаева внутридомовой территории, то есть от городского стадиона до полиции. Вся центральная часть пятиэтажных домов. Значит, сейчас там идет процедура, кто выиграет конкурс. Поэтому обязательно тоже включитесь в эту работу. Там ремонт Николаева, ремонт Бориса Главана, ремонт Малиновского. Внутриквартальные территории, совершенно верно. Восьмого квартала, седьмой школы и здесь, в центральной части нашего города. Там большой объем работ, очень большой. Но мы его должны определить, кто будет победителем, какая организация. И приступить быстро к выполнению ремонта данных улиц. Я понимаю. Спасибо. Традиционное управление. Добрый день. Традиционное управление выполняется в основном объеме, выполняется организационно-техническими мероприятиями по подготовке к работе всего предприятия в осенний сезон. На данный момент 100% произведена ревизия силовых трансформаторов. И на остальных участках 40% подготовки. Но это так. Понятно. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, или вы, или Вячеслав Иванович. Калюжный отвечал уже как-то на этот вопрос. Но почему-то люди, СМИ, горожане просто говорят, что у нас сгорело два троллейбуса. На что я говорю, что у нас не сгорело два троллейбуса. Были неполадки. Через два часа вы их устранили, и троллейбус вышел на лену. Правильно? Да. Что задымилось в троллейбусе, скажите? Ну, в троллейбусе задымилось, это высокие, так как у нас высокое напряжение, 700 вольт, предохранители, некоторые предохранители, там, проводы. То есть троллейбусы у нас на месте, да? Все троллейбусы. Они не сгорели у нас? Нет, не сгорели все. То есть два троллейбуса, которые были в аварийной ситуации, вы поменяли это электрическое оборудование, да? И троллейбусы вышли через два часа на лену. Да. Ну, это пользуясь случаем, начальник пресс-службы должна выйти, наверное, с каким-то заявлением по этому поводу, и объяснить ситуацию, потому что почему-то разные СМИ преподносят это по-разному. Разные общественные деятели, это тоже по-разному. И людям говорят, две единицы троллейбуса, бельца сгорели. На данный момент идет внутренний аллодит, проверка, как раз в этой неделе проходила инвентаризация всех транспортных средств, все на месте. Слава Богу. Понимаете, как просто один услышал, и начал говорить, бельца сгорело два троллейбуса. Затемились. Ну, затемились. Это часто бывает, какие ситуации бывают. Я Вас услышал. Хорошо Вас, спасибо. Так, Вячеслав Иванович, есть у вас что-то? Нет. Если у вас нет, Вячеслав Иванович, то у нас была проблема. Но Мирония решил по седьмому маршруту. Там перевозчик перевозил людей, упала ступенька. Да. Вопрос решили, перед людьми извинились. Фирма изменилась. Ну, фирма. Естественно, не вы. Фирма изменилась. Хорошо. Значит, тогда мы все продолжаем по плану ремонт наших улиц, ждем победителя конкурса, кто выиграет ремонт данных улиц. И включаемся тогда в этот... Лариса Ивановна, у меня вопрос. Что по домене водопровода по улице Депендентской? Значит, геодезические работы завершены. Проектарные. Да. Могут их предоставить. Они просили еще геологию. Геологию они выезжают, делают. Добро принципиальное ваше есть. Они выезжают, делают. И они писали, что в течение месяца они будут готовы. Вы должны понять, что у нас реконструкция улицы Депендентской, гастрономическую зону, пешеходную зону до озера и зависит от замены водопровода. Да. То есть, мы сегодня стоим, мы хотим и ждем. Или можем. Да. Мы хотим и можем, а ваши... Ну, не ваши. Могут они хотят. А они должны хотеть. Да. Нет. Каждый день. Вчера буквально в полпятого разговаривали с директором Интекс науки. Они понимают, они готовы. В течение месяца они обещают со всеми изысканиями все и документацию сделают. Потом, в чем не менее, еще в месяц. Да? Да. В чем не больше. И это что у нас получается? Да? Вот сейчас. И сентябрь еще. Ну, надо, что протяженность небольшая. 400 метров, 450 метров. Да. Протяженность небольшая. Просто большая процедура. Да. Закупки, понимаете? Вот что большая. Если месяц сейчас проектанты, месяц потом процедура объявления конкурса, выявления победителя. Ну, и там во второй процедуре, там проект на замену электросетей, да? Уличное посвящение еще идет. Да. Еще разрабатывать заход, держать работу. Хорошо. Хорошо. Это на контроле Николая Николаевича. Все, спасибо. Ну, знаете, я хочу, чтобы было это быстро, а у вас это все идет, видите, согласно букве закона. И расчеты надо сделать. Понятно. Полиция, МЧС. Все, тогда всем спасибо. Спасибо.